Я помню глаза и слова «Не забудь убитым в последней атаке». Ветеран Великой Отечественной войны Валентин Александрович Петухов не успел оставить автограф на Рейхстаге в мае 1945 года. Случай развернул его обратно в тыл. Эшелон, в котором он уехал на фронт, обстреляли лесные братья. Так называли оставшихся в тылу советских войск пособников гитлеровцев. На этом война для Валентина Александровича Петухова закончилась. Его отправили в военное училище. Он стал кадровым офицером, дослужился до полковника. Дважды в год, 9 мая и 22 июня, ветеран Великой Отечественной войны неизменно приходит к мемориалам почтить память героев. Я встретил 9 мая на вокзале, по сути дела. На морском вокзале, потому что я вернулся. И, значит, после того, как я возвратился там в феврале, в апреле месяце, я уже завербовался в училище пехотное, Лепельское пехотное училище, которое было эвакуировано в Череповец. И, собственно говоря, вот это училище меня, значит, оградило от фронта. Минутой молчания и возложением цветов к мемориалу Яблонька ветераны промышленного района Самары почтили память погибших в годы войны. На стеле, начертанными на всех фронтовиков микрорайона, помнят здесь не только павших в боях, но и оставшихся в живых. В период самоизоляции ни один ветеран не остался без помощи и внимания со стороны районных и городских властей. Утренняя встреча ветеранов промышленного района у Стеллы Яблонька открыла торжества в День памяти и скорби. У мемориала военной славы в течение всего дня сегодня будут проходить патриотические встречи для детей и молодежи. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин. События.